Привет-привет! С тобой Сосана Ничай. Сегодня поговорим о том, откуда берется лишний вес. Я занимаюсь диетологией, нутрициологией, натуропатией и помогаю людям избавляться от лишнего веса. Итак, приступим. Смотри, откуда берется лишний вес, из чего он складывается. Лишний вес у нас собирается вокруг разных органов, внутри разных органов, в межклеточном пространстве, в подкожной жировой клетчатке. Как вообще это все происходит? Если мы возьмем тему натуропатии, я ей занимаюсь уже несколько лет и получаю очень хорошие результаты у моих подопечных. В чем суть? Суть в том, чтобы именно с помощью питания избавляться от заболеваний, в том числе от лишнего веса. Лишний вес провоцирует очень много различных заболеваний. И мы их рассмотрим еще впереди. А сегодня поговорим, где он локализуется, как он локализуется, почему это происходит. Лишний вес у нас в организме с точки зрения натуропатии откладывается в виде шлаков и в виде токсинов. В большей степени, конечно, в виде шлаков. Токсины тоже задают лишний вес, но они, скажем так, больше влияют на болезненные проявления, а шлаки, они именно такую большую массу имеют. Вот. Когда мы кушаем вредную, нездоровую пищу, организм, если он молодой, энергичный, он старается максимально быстро вывести из себя какие-то шлаки, какие-то токсины, которые в него поступают. Я вообще очень много пишу на эту тему. У меня есть хорошая статья, называется «Не убивай себя так быстро». Она как раз на тему токсинов. Можешь посмотреть у меня на страничке ВКонтакте в разделе «Статьи». Эта статья есть. Так вот. Именно токсины, которые поступают сейчас из всех продуктов, которые изготовлены с помощью химической промышленности, когда химическая промышленность соединилась с пищевой промышленностью. В наших продуктах, которые мы покупаем сейчас в магазинах, очень много токсинов. И здесь нужно иметь очень глубокое понимание, где они содержатся, в каких количествах и как сделать так, чтобы они нам не вредили. Так вот. Когда у организма много энергии, когда он молодой, он сильный, он старается быстро-быстро все это вывести. Но как только у организма энергия идет на спад с возрастом, и плюс, чем больше в организме поступает вот этих шлаков-токсинов, они же с годами накапливаются, накапливаются, и сил становится все меньше и меньше, организм приходит в такое состояние, что ему проще закрыть, закрыть в себе эти шлаки, эти токсины, чтобы они не вредили организму же, самому организму. Вот. И поэтому, если мы берем подкожную жировую клетчатку, по сути, она состоит из шлака. Это именно шлаки, которые организм не смог сразу вывести, и он их законсервировал до лучших времен, до тех времен, когда мы начнем на них оказывать влияние. Вот как раз на моих программах мы оказываем влияние на то, чтобы организм переустроился в состояние очищения, чтобы он переключился в состояние очищения. А шлаки, они образуются из слизи, из слизи, которые наполнены наш кишечник, которые наполнены около пазухи различные, скажем, гаймаровые пазухи и так далее, какие-то полые органы, они набирают в себе слизь, вокруг себя слизь. Это именно шлаки, шлаки, которые поступают в нас из нездоровой пищи. Вот, и это все задает лишний вес. Плюс, 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 плюс. С каждым годом это плюс. У меня иногда бывают такие девчонки, которые говорят, ну, а куда же деваться, воды же идут, вес уже необратимо набирается. Ну, и каково же их удивление, каково же их восторг, когда они возвращаются в состояние 25-летних девчонок, свой вес возвращают, да, свое здоровье возвращают. Это, конечно, просто очень здорово, но для этого нужно переключить организм в состояние очищения. Так вот, шлаки. Шлаки, в первую очередь, конечно, кишечник. По кишечнику подкладываются. Старается он вывести, старается, но сил у него на все не хватает. Вокруг органов, да, вот то, что я сказала, подкожно-жировая клетчатка. Про токсины. Токсины у нас закрываются и в межклеточном пространстве, и токсины у нас закрываются также, вот если мы посмотрим, целлюлит, да, целлюлит – это как раз скрапление токсинов, которые закрывает организм в подкожно-жировой клетчатке. И токсины, они имеют свойство прожигать. Они прям прожигают вот эту жировую ткань. Получаются вот такие точечки. Мы называем это целлюлит, но это, по сути, явное проявление того, как организм закрывает, консервирует токсины в подкожно-жировой клетчатке. Вот, да, местечко такое у нас, явно выраженное, явно видно. Если ты видишь у себя целлюлит, соответственно, это просто крик тела твоего, что есть шлаки в подкожно-жировой клетчатке, что есть токсины законсервированные. И нужно всё это, конечно, выводить постепенно, чтобы не наносился урон организму. Ещё также токсины откладываются у нас, я сказала, в межклеточном пространстве, откладываются ещё между органами тоже. И суть в том, что организм для нейтрализации токсинов, так как они прожигают, они очень едкие. Вот сейчас очень много заболеваний различных, связанных как раз с таким бешеным количеством токсинов, поступающих в кровь. Причём заболевания молодеют и молодеют, потому что дети едят вот эту химию постоянно, да, и они считают это нормальным. Многие родители считают нормальным кормить детей, что они там едят чипсы, газировка, сосиски. Ну, короче, читаю список у меня в статье. Что происходит? Органы разрушаются, токсин попадает в орган, и орган разъедается, разжигается. И вот эти каналы наши, когда есть какие-то проблемы с почками, с мочевыводящей системой, это всё токсины, которые там застревают, и вот это всё прожигается, да, разъедается. Вот. Получается, организм направляет очень много влаги, чтобы вокруг токсина организовать такое пространство жидкостное, чтобы токсин не наносил вреда органам. Что у нас происходит? Мы видим отёки. Вот. Как раз, получается, токсины задают нам ситуацию с отёками, отёки задают нам лишний вес. Вот. И, получается, понимаешь, такая ситуация, что на многих уровнях, на многих органах отложены шлаки и токсины. И плюс ко всему, если мы берём токсины, да, вот я говорю, это просто страшный страх, который, блин, убивает, убивает людей. Сейчас уже смертность по онкологическим заболеваниям выходит на первое место. Каждый четвёртый подвержен опасности заболеть онкологией. Каждый четвёртый. В отличие от того, что было раньше. Раньше были проблемы, да, с сердцем, сосудами и так далее. Там диабет. А сейчас всё больше сдвигается в сторону онкологии. Это просто крик. Тело крик. Что у нас химия поступает просто в бешеном количестве. Чтобы меня не унесло. Что мы должны, на что мы должны обратить внимание, да? Вот шлаки наши. Шлаки – это слизь. Это слизь из разных продуктов образованная, которая отложилась тоже, да, вот на уровне органов, на уровне подкожной клетчатки. Она является, да, если токсины у нас разъедают органы, что делают шлаки? Шлаки, они являются хорошей средой для развития бактерий, для развития вирусов, для развития паразитов. И получается, если у нас внутри много слизи вот этой, да, много образуется шлаков, которые организм не в состоянии вывести, мы его просто настолько обездвижили, настолько мы его кормим всякой гадостью, что организм просто не может вывести. Просто нужно прилагать определенные усилия, чтобы переключить организм в состояние очищения. Вот об этом я подробно на курсе, на своем рассказываю, на детоксе. У меня девчонки очень хорошо худеют. В среднем где-то за 2 недели мы теряем 4, 5, 6 килограмм. Там у каждого по-своему, да, а за месяц за 3 можно и 10 килограмм убрать, там и больше, как бы девчонки прямо на глазах молодеют. Вот, это именно когда мы переключаем организм в состояние очищения. Так вот, так как в нас есть вот эти шлаки, которые являются субстратом, замечательным для развития различных патогенов, да, так и паразиты тоже задают определенный вес, понимаешь? У нас много паразитов, соответственно, обитает, которые тоже плюсуют этот вес. И уже все твои желания в теме питания, да, «хочу сладкого», да, например, это сигнал. Сигнал, что у тебя какие-то развиваются дрожжи, какие-то бактерии, которые любят сладкое, да, сдвигается микрофлора, микрофлора погибает наша, симбиотная, да, и начинают жить уже какие-то дрожжи, какие-то бактерии, которые не свойственны нашему организму, да. Если, например, тебе хочется чего-то там, «хочу-хочу» солененького, остренького, там сдвиг идет там в сторону каких-то гнилостных процессов, да, в кишечнике происходящих. Опять же, мы можем понимать, о чем это речь, о том, что какие-то паразиты преобладают, которые питаются вот какими-то залежами определенных, определенных видов шваков. Вот, и получается картинка такая, знаешь, мы жили-жили-жили годами, мы не думали о своем питании, вес постепенно набирается-набирается, и потом мы начинаем какими-то методами, ну, там, тот же подсчет калорий, там, тот же ограничение порции, та же там какая-то диета, мы начинаем пытаться, пытаться, но у нас ничего не получается. Почему? Потому что мы не видим сути проблемы. Суть проблемы лишнего веса – это отложение шлаков, отложение токсинов. И самый простой, самый хороший для здоровья способ – это начать организм очищать, это начать переключать его в состояние очищения. Как бы организм может находиться в двух состояниях, либо он не может вывести, и он начинает накапливать, и даже некоторые диеты, они провоцируют накопление вот этих шлаков. Вроде бы вес уходит, да, частично на каком-то уровне, а токсины, например, наоборот, активизируются, или шлаки активизируются в каких-то органах, и потом выстреливают какое-то заболевание. Вот, поэтому очищение – это самый лучший, самый простой способ избавиться от веса, и восстановить здоровье, и восстановить молодость. Вот, а, к примеру, мне 40, мне 40 лет. Вот, чувствую себя замечательно, муж носит на руках, потому что у меня 55 килограмм, а мой рост – 162, да, и плюс все мои девчонки, все мои девчонки, кто со мной участвует в программах, они тоже приходят спустя там 2-3 месяца, 4 к своему хорошему весу. Ну, кому-то чуть больше нужно, да. Но в любом случае, видно разницу, когда мы имеем большой вес, потом приходим в себя, именно за счет очищения. Поэтому я тебя прошу, ставь всегда при выборе средств для похудения, ставь всегда на первое место здоровье, это очень важно. Потому что, если ты теряешь здоровье во время похудения, толку в этом не будет. Вес обратно вернется, шлаки никуда не денутся, токсины никуда не денутся, они по-прежнему будут наносить ущерб здоровью, ущерб твоим органам, ущерб сосудам, болезни, да, будут активизироваться тот же диабет и так далее. Именно потому, что нет понимания. Вот. Понимание я даю на курсы, я даю на детокси, я даю на очищение. Весь, вся моя программа, как бы, она построена не только там на похудении, давай, давай, давай похудеем, да, а именно на том, чтобы у человека сложилось глубокое понимание. Я рассказываю про все органы, как мы их очищаем, я рассказываю, как они взаимодействуют, какая пища как влияет, что нужно скорректировать в рационе, чего добавить побольше, чего убрать, минимизировать, чтобы здоровье выравнивалось, чтобы фигура выравнивалась. Вот. Поэтому я тебя попрошу, всегда на первое место ставь заботу о своем здоровье. и обязательно разбирайся, разбирайся в том, как устроен организм, что в нем происходит. Только тогда у тебя появится ясность. Потому что когда ты просто берешь нам и какое-то ограничение себе вводишь, оно работает локально, в одну какую-то маленькую сторону, но оно не затрагивает всю физиологию, оно не затрагивает весь организм, да, оно смещает какое-то заболевание, оно какое-то усиливает. Вот. Не буду долго. Поэтому, еще раз, лишний вес, давай подытожим, это отложение шлака, отложение токсинов, да, токсины вызывают отеки, это плюс наши все паразиты, это все наши патогенные микроорганизмы, которые обитают в нас, вредные, да, которые нам не помощники, не друзья. Вот. Наша задача восстанавливать нашу микрофлору, восстанавливать иммунитет, восстанавливать здоровье, выводить из себя шлаки, выводить из себя токсины, включать организм в состояние очищения. Вот. С тобой была Светлана Ничай. Всего хорошего тебе, здоровья. Пиши мне в личку, пиши мне свой вес, пиши мне свой рост, возраст, и я тебе расскажу, к какому весу ты можешь пройти и за какой период. Всего тебе хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok